Итак, сегодня мы будем продолжать изучение поучения отцов Перкеавод. И сегодня мы будем учить шестую Мишну первой главы. Я прочитаю сначала на иврите, а потом переведу на русский. Как вы помните, первый из упоминаемых он Наси, а второй его заместитель глава Бейдина, еврейского суда. В современном иврите Наси переводится как президент. Наверное, это имело немножко другой смысл, когда мы говорим про еврейских мудрецов. Это просто глава еврейского народа. И вот есть спор у мудрецов, кто именно из них в этом случае был именно. Но мы придерживаемся мнения, что первый – это Наси. И вот что же говорит Йошо бен Прахи. Обратите внимание, их не называют Рабби или Раф. Их имя само имело такое значение, что им не нужно было никаких титулов. Что же говорит, чему же учит Йошо бен Прахи? «Осэ лиха эсэ лиха раф» – сделай себе Рава. «Укне лиха хавер» – и приобрети себе друга. «Вэгэйвэй дан эт кола адам лиха всхуд» – и суди каждого из народа Израиля, «Найди оправдание для себя, для любого человека». Кавскут на оправдание. Итак, мы должны понять, о чём же идёт речь. Как правильно передаётся Тора? Что значит «найди себе Рава», где я должен его искать? И что это значит больше сказано? Сказано «сделай себе Рава». Странное выражение «сделай себе Рава». И объясняют комментаторы. «Даже если он знает Тору, как ты, не больше тебя, сделай себя тем, кто спрашивает у него, принимает на себя его решение. Сделай себе Рава». Почему? Ну, если он понимает Тору, как я, то кто он такой? Это одна из главных проблем. Те, кто приближается к евреисту, даже начинают учить Тору, даже живёт по еврейскому закону. Это нужно очень большое смирение сердца, чтобы принять человека, с которым ты советуешься и по главным жизненным вопросам, глобальным, где жить, в каком месте учиться, и по будничным. Я хочу вам сказать, что 25 лет я был учеником учителя нашего поколения Равыцка-Казильбера, что память о праведнике была благословена. И я помню, были случаи, когда не так просто было принять то, что говорит Рав, но это одна из тех вещей, которым я учился на протяжении долгого времени. Очень было приятно принять на себя Рава, Равыцка-Казильбера. Потому что просто, когда ты появлялся в поле его зрения, он радовался. Ну, чему радуется этот человек? Ну, ты пришёл, ну, что можно поделиться с тобой открытием в Торе? Патлас, ты знаешь, был вопрос, который был мне труден 30 лет. И сейчас я нашёл ответ. Ты должен подпрыгнуть до потолка. Вы понимаете, радость Торы. Действительно, человек, который выигрывает миллион долларов в лотерею, он, наверное, подпрыгнет до потолка. А услышит какое-то открытие из Торы. Этому надо было учиться, что это не менее важно. Одно из вещей. То, что дело учить. Или другая. Сказано, что у пророка Ильяу был ученик. Пророк Илиша. И не сказано, что Илиша, который учился у Ильяу. А сказано, Илиша, который поливал руки Ильяу. И сказано, что что то, что он видит, как притворяет в жизнь Тору учитель. Это больше учит человека, чем то, что формально он учил у него во время какого-то урока. Действительно, я приведу вам пример. Маленький пример. Как-то Равыцкак говорил, что самое страшное это обидеть другого человека. И я видел реальный пример. Равыцкак давал урок. И один человек спросил, Равыцкак, налить вам кофе? Он сказал, да. И этот человек принес ему кофе. Равыцкак взял, отпил стакан, внимательно посмотрел на человека и продолжил урок. И так постепенно в течение урока он выпивал этот стакан. И выпил. Через какое-то время этот человек спрашивает, Равыцкак, налить вам еще? Равыцкак сказал, да, можно. И этот человек пошел, налил Раву и себе. И вдруг этот человек берет, глотает первый глоток и говорит, ой, что это такое? Это же соль. И тут Равыцкак говорит ему, да, это соль. А врачи мне сказали, что много соли мне нельзя. Вы понимаете? Сначала он ничего не сказал человеку, чтобы не обидеть. А потом уже, когда человек сам узнал, он сказал, что это. Но почему он пил? Чтобы не обидеть другого человека. То есть этот взгляд означал, что человек обидится, если я не выпью. Какой счет делал Равыцкак? Значит, я должен выпить. А потом я расскажу тот случай, который происходил у нас. Мы уехали из Советского Союза в 79-м году. И мы только-только начинали что-то делать. Например, в субботу в Москве я уже выбрасывал мусор. Ну, мало мы знали о том, как надо соблюдать Тору. Я помню, у меня были твелин, но я боялся до них дотронуться. Я даже ни разу не открыл. Мне дали возле синагоги московской вот этот бархатный мешочек. Но я боялся даже открыть. Мне сказали, это твелин. И дали. Я взял, положил на полку и боялся до этого дотронуться. Так вот, когда у нас была в Израиле хупа и Рошьешивы Орсамех, Аврамдов Оербах, младший брат Равшлома Залмана Оербах, что память о праведниках была благословена, он делал хупу. А мой магит Шиур, мой Рав, на уроке у которого я был, Рав Цукерберг и Равицкак были свидетели. Главное, вы знаете, кто свидетель. Так вот, в этот день у меня все валилось из рук. Я помню, коспомат у меня сломался, машина у меня то и дело глохла. Я приехал на машине, уже сидел в машине Равицкак, уже несколько равинов сидело. И мы приехали за Рошейшивы, за Равой Оербахом. И он сел в машину, машина не заводится. И тут Равицкак сказал, «Патлас, поехали!» Я не знаю, от страха или что, вдруг она завелась, поехала. Но в этот день перед хупой сказано, что в день хупы это как бы прощается человеку все его прегрешения. Это как емкий пурч, как поститься. Но в этот день принято, что кто-то сопровождает человека, потому что с ним происходят всякие дела. И моя жена тоже великолепно печет и готовит. И вот собрались мои друзья, то есть всего несколько, и в основном это были равины из Орсамеха, из Ешивы, где я учился. И мы не сделали это на улице, прямо в доме. Поставили хупу, и мой друг Довид Крюгер перенес хорошее вино, а моя жена спекла пирог. Но равины, никто не хотел есть пирог, ну, мало ли, молодые болит чува, мало ли какой кашрут и все, хотя у нас уже было все кошерное. И только один рожь Ешивы, Равой Эрбах, съел кусочек пирога, сказал, замечательный торт, она сделала наполеон, такого он еще никогда в жизни не ел, и уехал. Ну, когда все кончилось, все уехали равины, но мы сели с женой, тоже решили выпить кофе, потому что мы так волновались, и взяли по куску этого пирога. Первый же кусок обнаружил, что просто, видно, она тоже так волновалась, что либо не включила плиту, либо не пропекся пирог, но он был сырой. Как же он ел? И потом прошло какое-то время, я пришел к Роши Ешивы из Москвы, там были художники, которые могли по фотографии делать картины, я принес ему картину с фотографии, это Равшлому Залману Эрбах, «Устинный плач». Принес, подарил ему, и когда его жена принесла пирог и все, я рассказал, какой пирог ел ее муж Равой Эрбах у меня на хупе. Он сказал, а теперь я тебе расскажу, откуда я это выучил. Известная история, один еврей, иерусалимский еврей женился, и вот жена дала ему кофе с молоком. Он начал пить, а потом она налила себе и сказала, «Ой, что такое? У меня отдает керосином. Видно, к себе я мыла стаканы керосином, а тебе нет». Он говорит, «Оттуда я выучил, как нужно обращаться с другими». И поэтому он съел этот сырой пирог. Действительно, потом я понял, что он сказал, никогда в жизни он такого пирога еще не ел. Так это вот что значит «сделай себе Рава», чтобы ты не только учился у него, как правильно вести себя по еврейскому закону, но как правильно жить. А это непросто. Я видел многих людей, у которых нет Рава. Это видно по ним. Потому что очень трудно человеку себя правильно судить, самому себя правильно судить. Ведь каждый человек, он сам себе, прежде всего, адвокат. Другой человек, он, конечно, подлец, он, конечно, сознательно нарушает все законы Торы. А я, ну, у меня же есть такая причина, такая-такая. Сделай себе Рава. Друга, даже если он не выше тебя в Торе. Потому что у него нет твоего дурного начала. Поэтому он может, отстранившись от этого дурного начала, увидеть подводный риф. Дальше приобрети себе друга. Есть комментаторы, которые говорят, что это книги. Это тоже друг. Но с другой стороны, так написано в Талмуде, что чем отличаются еврейские мудрецы, которые учат вместе приобрети себе друга. Что это значит? Как железо обтачивается об железо. Так два еврейских мудреца, ну, то есть, вдвоем, когда учат Тору, достигают гораздо больше. А что это, друг, которым ты можешь поделиться и своими открытиями в Торе, и своими проблемами? Сделай себе друга, которым ты можешь... Знаете, написано так, что если у тебя есть такой друг, что ты можешь спиной к спине к нему прижаться, он защитит тебя от того, что сзади ты не видишь. Когда ты можешь к нему в любой момент обратиться, он придет тебе на помощь. Это друг. Известная история, то, что учат наши мудрецы. Один человек спросил у сына, сколько у него есть друзей. Он сказал, сто. А у тебя сколько? Сын мой. Я потом тебе отвечу. После того, как ты выяснешь, действительно это твои друзья или нет. А как же это выяснить? Проверь их. И он посоветовал сыну взять какой-то мешок, положить туда что-то тяжелое и попробовать прийти к этим друзьям и попросить их это спрятать. В конце дня сын пришел усталый. Но главное, что насколько горько было у него на сердце. Он сказал, отец, я нашел одного, который согласился это сделать. Он сказал, больше ты ко мне не обращайся. И это из ста друзей, которых я думал, самые близкие мои друзья. А сколько у тебя друзей? И отец ответил, за 40 лет я нашел двух друзей, на которых я могу положиться. Так вот, приобрети себе друга. Что значит приобрети себе друга? То, насколько я вкладываю в него, то, насколько я готов заплатить своей жизнью, своим временем, даже деньгами. это то, чтобы приобрести настоящего друга. Это одна из важных вещей при продвижении человека по пути вхождения в дом, соблюдения еврейских законов. А последнее, и суди каждого человека на хорошее, с хорошей стороны. Ну, как это может быть? Как, ну, передо мной какой-то человек сделал что-то. Я скажу вам, я получил потрясающий урок вот именно того, что написано в нашей Мишне. Ищи оправдание любому человеку, это у меня был один случай, величайший еврейский мудрец, который жил в Цюрихе, тот, кто основал наш Вишиво в Москве, великий мудрец еврейского народа Равмыши Соловейчик. Мы должны были прийти к нему, я и еще один преподаватель Шива Торат Хаин, и рассказать про одного человека, как он себя некрасиво повел. Человек это был, важный человек, и так далее. Все то, что мы ему говорили, как обвинение, он находил, переворачивал, и говорил, может быть, мы говорили черное, а может быть, это так-то, 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 это не было белым, но это уже было совсем не черным. И если бы я поставил себя на место этого человека, вполне возможно, что я бы так и поступил. Но сколько мы говорили, 8, 9, разных случаев, разных историй, на все он находил объяснение другое. Это был очень хороший урок. И вы знаете, это то, как Рамбан, великий учитель еврейского народа, объясняет то, что написано в «Ваикра». «Ваахафталереха камох». «И полюби близкого твоего». Я специально не перевожу «ближнего своего». Вы понимаете, чем это попасть? Как самого себя? Прежде всего, говорит Рамбан, это невозможно. Я не могу любить другого, как самого себя. Я сам себе, любимый. А чтобы другой был такой же, как я, с другой стороны. Написано, не ненавидь и не храни зла в своем сердце и полюби близкого твоего, как самого себя. Объясняет Рамбан, если я желаю другому всего хорошего, чтобы у него был хороший достаток, чтобы у него был хороший дом, чтобы у него были хорошие дети, но только в таре, чтобы я был чуть выше его. Он объясняет Рамбан, это недостаток в любви. Это недостаток в том, что ты даешь размеры своей любви. Это значит, что у тебя есть зависть. Ты не хочешь, чтобы у него было то же, что у тебя. Поэтому, что это значит? Любить другого, как самого себя. Все то добро, которое ты желаешь себе, ты должен желать своему близкому. Любому еврею. А если я действительно буду стараться так себя вести. Вы понимаете? Это то, что сказано в Талмуде. Впрямую приводит Талмуд, что если человек судит другого, а данет хавероли кавсхуд, да нему то ли схуд. То есть, если я сужу другого и ищу оправдание, то, несомненно, Творец найдет оправдание всем моим плохим поступкам. И приводит Талмуд в трактате Шаббат 127 лист. Случай, что был один человек, который нанялся работником на три года у богатого хозяина. И, когда прошло это время, накануне Рошашана, накануне дня суда, он подошел к хозяину и сказал, прошли года, три года, я прошу плату. Хозяин сказал ему, у меня денег нет. Хорошо, дай мне плодами, нет у меня плодов. Хорошо, дай мне землей, нет у меня земли. Дай мне животными твоими, нет у меня животных. Ну, хорошо, дай мне подушками и одеялами, нет у меня подушки и одеял. И с горечью на душе собрал он свои вещи и отправился домой. после праздника прошло время, после праздника нагрузил этот хозяин трех ослов. На одном были все виды еды, на другом были все виды питья, а на третьем разные сладости и вкусные вещи. И отправился в дом этого работника. После того, как они сели, поели, попили, спросил этот хозяин у своего работника, скажи, пожалуйста, что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет денег? Ведь он знал, что он баснословно богат. Он сказал, этот работник, я подумал, что ты вложил свои деньги в какой-то удачный бизнес. Хорошо, а когда я тебе сказал, что у меня нет животных, что ты подумал? Я подумал, что ты отдал в наем своих животных за деньги. А когда я тебе сказал, что у меня нет земли, что ты подумал? Я подумал, что ты тоже дал свою землю, чтобы кто-то арендовал ее, а потом приносил тебе за нее деньги. А когда ты попросил у меня одеяло, подушки, я подумал, что тоже это ты посвятил чему-то, и поэтому ты не можешь это как бы в этот момент тебе не принадлежит. И ответил этот хозяин, я привожу свидетельство небеса, что я посвятил все свое богатство храму, потому что мой сын Уркинус не учит Тору. А после праздника я отправился к мудрецам, которые разрешили мне этот обед. Знаете, что если человек берет на себя какой-то обед и говорит так-то и так-то будет, а потом он приходит к мудрецам, они говорят, если бы ты видел все последствия этого обеда, ты бы взял на себя такой обед или нет? Они могут ему разрешить. И благословил этот хозяин этого наемного работника и сказал ему, так как ты судил меня с хорошей стороны, я благословляю тебя. Но открывает нам тара, устная тара, в другом месте. Кто был этот хозяин и кто был этот наемный работник, который судил его с лучшей стороны? Это был великий учитель еврейского народа, раби Элиезер Агадуль, раби Элиезер бен Уркинус. А кто это был наемный работник? Это тот, кто проставился в будущем в еврейском народе под именем раби Акива. Тогда раби Акива еще был неучен. И он говорил, что если бы не дали еврейского мудреца, я бы грыз его кости, как осел. Но посмотрите, какие качества у него, как он оправдывает того, кто не заплатил ему зарплату за три года. И, конечно, он получил все свои деньги. А потом, в будущем, когда раби Акива пошел и учил Тору, он учил Тору и у великого раби Лиезера, у раби Ушо, у раби Лиезера, которые стали главными его учителями, у раби Тарфона, у раби Нахума Ишгамзо, и стал учителем всего еврейского народа. Но мы видим, вот что происходит с человеком, который судит другого с хорошей стороны, оправдывает другого. И это, конечно, трудная работа. Я сам видел, как Равицкий говорил, что каждый человек, он себе адвокат, а другому прокурор. А должно быть полностью наоборот. Я должен относиться к себе и проверять себя, каждый свой поступок. А другого я должен искать оправдание. Потому что, если я правильно живу, на самом деле такой человек, который ищет оправдание для каждого, на самом деле он несет мир в наш мир, который делится бесконечно на партии, на соседей, которые ссорятся друг с другом, в конце концов, мужа и жену, детей и отцов, которые все время находятся в конфликте. Человек, который смотрит с хорошей стороны на другого, на этом строится весь еврейский мир. И рабе Акива сказал, и полюби близкого твоего, как самого себя, это главная основа Торы. У нас есть еще пару минут, поэтому я не хочу на этом завершать. А великий Елель сказал, в этом вся Тора. Ну, как это может быть? Вся Тора в том, чтобы надо любить другого, как самого себя. Вся Тора пришел, написано в трактате Шаббат, пришел нееврей и спросил у Елеля, обучи мне всей вашей Торе, пока я буду стоять на одной ноге. И он сказал, не делай другому то, что ненавистно тебе. В этом вся Тора, а все остальное толкование иди и учи. Задает вопрос все комментаторы, как это так? В этом вся Тора это заповеди между человеком и другим человеком? А где же заповеди между человеком и Творцом? И тут же на этот вопрос отвечает Раши в Талмуде. Рээха у Рэйавиха близкий твой и близкий твоего отца не делай против него. Кто это близкий? Это сам Творец. Так мы понимаем, что если я учусь правильно себя вести по отношению к другому, если я чуть-чуть преодолеваю свое эго, чуть-чуть, даже на толщину волоса, делаю шаг, чтобы видеть в другом самого себя, через это реализуется вся Тора. Потому что другой это прежде всего мои родители, это моя жена, это мои близкие, соседи, мои дети. через то, что я, написано так в Сеферахенух, через то, что я почитаю своих родителей, которые дали мне жизнь, которые вложили в меня столько усилий, я учусь почитать того, кто является родителем всех родителей, тот, кто является отцом всего мира. я уже посмотрел, часы пробили, на этом я завершаю, всего хорошего, до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok